Самое главное, что я хотел вам сказать и донести до вас. На сегодняшний момент это акционное предложение от компании Garden Stock. И этот трактор сегодня стоит 599 тысяч рублей. Посмотрите аналогичные машины. Вы везде увидите ценник от 900 тысяч рублей и выше. А если брать именно с такими же техническими характеристиками, то есть такие же колеса, таких же два гидромотора американского производства, ширина деки, чтобы была не меньше 127, то ценник такой будет начинаться от миллиона 100 тысяч рублей. Но что мы на этом тракторе увидим? Китайский мотор Lansin? Либо китайские редуктора и китайскую трансмиссию? Нет-нет, это совершенно не наша история. Этот трактор будет напичкан всем самым крутым, что есть на сегодняшний момент. Самая крутая трансмиссия, самые крутые бортовые редуктора, самый крутой мотор. Круче на сегодняшний момент ничего нет. Выставить максимальные обороты и включаем деку. Дека включилась. Обалдеть, да? Это пылесос, а не газонокосилка. Когда я его первый раз увидел, я влюбился, мне кажется, как в своего ребенка. Да, это действительно наше детище. Этот трактор собирался по всем нашим лекалам. Здесь мы видим все то, что мы хотели давным-давно видеть в любом другом тракторе с нулевым разворотом. Здесь у нас самая большая дека, 127 сантиметров. Здесь у нас самый крутой мотор от компании Honda GXV 630 на 24 лошадиные силы. Здесь у нас как трансмиссия, так и бортовые редуктора и все расходные материалы от американской компании GXI. На сегодняшний момент этот трактор стоит как минимум в два раза дешевле любого своего аналога. Ну и, соответственно, он будет еще в два раза и круче. Цена на него 599 тысяч рублей. И этот трактор можно смело называть коммунальной машиной, которая может работать на уклонах до всего-то навсего до 35 градусов. И не забывайте, что здесь мощность 24 лошадиные силы. Но крутящий момент у этого трактора будет больше за счет как раз-таки бортовых редукторов, которые понижают крутящий момент, но увеличивают обороты. Хотите ознакомиться с этой самой крутой машиной? Садитесь поудобнее, я вам сейчас все расскажу. Всем привет, друзья! Вы на канале садовой техники GardenStell. Меня зовут Алексей, и я его ведущий. А вас я всех снова рад видеть. Пришла сегодня моя мечта. Это мое детище! Ведь все комплектующие, которые в нем стоят, была моя идея. Это самый крутой мотор Honda. Вы сейчас скажете, ну как же там кавасаки, какие-то американские бриксы, и китайские лансины. А я вам скажу так, моторов кучу хороших. А какой самый лучший? И все вы в один голос скажете, ну конечно, я же хочу видеть Honda. Она работает тише всех, работает дольше всех, работает мягче всех. И вибраций у нее практически нет. Здесь стоит именно такой мотор. В серии GXV 630-й пиковая мощность доходит до 24 лошадиных сил, а в номинале выдает 21 лошадку. Но не забывайте, что у этого трактора будут стоять еще плюсом бортовые редуктора. Именно поэтому этой машиной можно работать в коммерческих целях. Работать не только по ровной площади, но и уклонах до 35 градусов. Что из себя представляет этот вот замечательный садовый трактор с нулевым разворотом? Ну, во-первых, по маневренности равных ему нет. У него нулевой разворот. И им управлять можно как гироскутером. То есть, как это происходит и почему он является профессиональным. Хотя у него блокировки заднего моста, то есть блокировки дифференциала у него нет. Все очень просто. У этого трактора совершенно другой принцип. Здесь будет стоять два гидромотора. Один гидромотор идет на левое колесо, второй гидромотор идет на правое колесо. Именно поэтому данной машиной можно ездить даже на болотистых площадях. И не надо переживать за то, что одно колесо куда-то в яму провалится, будет скользить, а второе уже, соответственно, будет вкрутиться в холостую. Нет, здесь совершенно другая ситуация. Этот трактор предназначен уже не только для идеально ровного газона, но также и для пересеченной местности и работы на уклонах. Это, по сути, суперкрутая профессиональная газонокосилка с сиденьем. Но не думайте, если здесь входит дека в комплекте, то на этом весь функционал данной машины заканчивается. Нет. Сейчас у нас есть в продаже также к нему снежные отвалы, щетки, огромные бардачки, телеги и все пассивное оборудование, которое подходит от садовых тракторов, типа прореживателей, ариаторов, скрикификаторов и тому подобных вещей, вы можете смело сюда цеплять. Тянет за собой такой трактор до тонны. Американская коробка передач GXI. Американские бортовые редуктора, которые понижают обороты, но увеличивают крутящий момент. С помощью двух гидромоторов мы можем один мотор задать ход вперед, а другой мотор задать ход назад. И получится, что он как гироскутер будет крутиться на одном месте. Что позволяет этому трактору не только получить стопроцентную маневренность, но и заехать в самые, не знаю, какие-то места, где много деревьев, кустов, где надо вот объезжать что-то, вот это вот замкнутое пространство. Для всех этих целей эта машина будет идеальна. Какую высоту травы на нем можно стричь? В прошлом году я подобный трактор выкатывал уже и косил им траву с человеческий рост. Нет-нет, с первого раза он ее не брал. Почему? Ну, потому что просто трава, которая попадает под эту деку, и которая вот такая вот, надо в два прокоса ее косить, иначе вы не скосите. Но траву по колену, либо по пояс, он скосит с первого раза. Мы сегодня обязательно протестируем вот на такой траве. Здесь у нас обычная полевая какая-то там выше, какая-то ниже. Обязательно все покосим и посмотрим. Друзья мои, если мы будем говорить про удобство, что здесь мы имеем? Ну, дуга безопасности, хорошо, что она есть. Многие другие просят за нее доплатить всего-навсего-то 100 долларов. Здесь она будет идти в комплекте. Когда я сажусь на это сиденье, которое, кстати, регулируется, вперед-назад вы можете его как угодно откатывать. Здесь вот есть такая педалька специальная. Вы ее отодвинули, и вот у нас регулировка. Хотите вот здесь вы два метра с лишним ростом, я вот здесь даже до конца не достаю ногами, то без проблем откатывайте в самый конец. Если вы метр с кепкой, ну, что, пододвигайте в самый период, и вам здесь будет все равно комфортно находиться. Вот эти вот два рычага, это у нас рычаги управления. Один рычаг у нас отвечает за правое колесо, второй рычаг у нас отвечает за левое колесо. Чем мы сильнее подаем давление вперед, тем, соответственно, трактор едет быстрее. Чем мы сильнее давление назад подаем, тем он быстрее будет ехать назад. Если мы одно колесо подаем вперед, а другое назад, он у нас будет крутиться на одном месте, как волчок. По обслуживанию этого трактора, что здесь нужно знать? Ну, во-первых, расходные материалы – это ремни, это ножи. А они у нас есть в наличии в предостаточном количестве. Если нужно заказать вместе с трактором все расходные материалы, заказывайте сразу. Техобслуживание у этой машины делается элементарно. Открываете низ, здесь мы видим ремень, который вы можете сами поменять. Здесь же деку можно снять, почистить, помыть и так далее. Это все не проблема. Чем еще замечательный этот трактор? У него минимальное количество всяких электрических приборов. Здесь нет электромагнитной муфты. Здесь вы просто рычагом включаете, то есть натяжка ремня здесь происходит механическим способом. Также по регулировкам все вот эти тяги вы можете элементарно отрегулировать сами. Также здесь есть вот такая вот клавиша. Это мы переходим на транспортировочный режим. В таком виде мы его можем сами катать, но ехать он не будет. Если мы ее выключим, то, соответственно, мы уже включим гидромотор, и он сможет продолжать движение. Мы обязательно вернемся к мотору и расскажем про него. Я хочу договорить про посадочное место и про комфорт на этом тракторе. Сама сидушка, она удобная. У сидения есть два подлокотника. Можем их убрать, они нам не нужны. Можем их поставить. Они у нас регулируются. Здесь есть вот такая вот крутилка. Мы ее подкручиваем выше, ниже, как угодно под себя, как хотите, так и ставите. Локти у вас большие, высокие, соответственно, регулируем выше. Вот видите, одна выше, вторая у меня ниже. Нужно подрегулировать. Ну, соответственно, ролик подкрутили и подрегулировали ее выше так, чтобы вам было удобно, и две руки у вас были одинаково поставлены. Не проблема. Вот эти вот два рычага, вот они сейчас у нас стоят. То же самое, они у нас регулируются. А выше, ниже, левее, правее. Все это в зависимости от вашего роста, кто на этом тракторе будет работать. Вообще, вот этими коммунальными машинами город Королев уже четвертый год косит. Но только с китайскими моторами на китайской трансмиссии. Здесь это действительно профессиональная машина. Спереди стоят фонари. Можем работать легко в темное время суток и выполнять все необходимые работы. Под правой рукой у нас находится регулировка высоты скоса. То есть, вот эта вот дека, она у нас, смотрите, ходит либо вниз, либо, соответственно, вверх поднимается. Тем самым мы оставляем после себя либо 4 сантиметра, либо 12 сантиметров. Здесь у нас есть пять позиций, регулировка происходит от 4 до 12 сантиметров. Любой найдет себе удобное положение, как вы хотите видеть газон. Это у нас ручной тормоз. Здесь у нас включение деки. Ну, либо включение насадки, там, щетки, либо ротора, что мы поставим на него. Здесь у нас замок зажигания, два ключа в комплекте. Заслонка воздушная, регулировка оборотов мотора, включение фонарей. Ну, и также есть очень удобный датчик моточасов. На нем вы всегда можете увидеть, сколько трактор уже отработал, когда делать то. Но самое интересное, давайте, конечно же, мотор, да? Что это за Хонда? Это японский мотор. Хонда GXV630. С гарантией на мотор 5 лет. То есть, на трактор гарантия год, на мотор мы даем 5-летнюю гарантию. То есть, вы понимаете, что это за мотор и какое у него качество. Этот мотор в пике выдает 24 лошадиные силы. Этот мотор с масляным насосом и с масляным фильтром. Это единственный мотор, который может работать на уклонах до 35 градусов. Ни один другой аналог на таких уклонах не работает. Почему? Ну, во-первых, он просто не вытягивает. Не хватает крутящего момента. Он начинает стоять на месте, буксовать и не едет. Здесь и крутящего момента хватает за счет мощности мотора и за счет бортовых редукторов. И поэтому этим трактором можно работать на уклонах до 35 градусов. Ни один другой аналог с такими задачами не справляется. Поэтому я сказал, что этот трактор будет стоить дешевле и этот трактор будет намного круче. Для чего он рассчитан? Для покоса огромных площадей. Может ли такой трактор собирать траву в травосборник? Купить для него травосборник? Нет, нельзя. Этот трактор работает только в двух режимах. Первый режим – это скос высокой травы и все швыряет на бок. Второй режим – вы покупаете отдельно мульчирующие ножи и мульчирующую заглушку. Эта функция в комплект не входит, продается она отдельно. Кому интересно, звоните, обязательно проконсультируем и все покажем. Теперь давайте переходим к самому интересному – запуску и покосу на этом тракторе. Хочется еще уделить тому, что здесь есть два подстаканника удобных. Всегда можно положить сюда водичку какую-то и ехать на тракторе и получать еще удовольствие. Перед тем, как сесть на эту машину, завести и начать работать, обязательно проверьте, что залиты все ГСМ. И не забывайте, что если вы купили такую машину у нас, то у нас есть услуга сборки и предпродажной подготовки. Она, кстати, делается совершенно бесплатно. Поэтому если вы находитесь где-то в московском регионе и вам не надо отправлять груз транспортной компании, то обязательно говорите – парни, привезите мне такую машину, чтобы она была целиком собранная, проверенная и готова к работе. Тогда мы сами зальем все ГСМ, сделаем пусконаладку, и к вам приедет машина, повернули ключ и поехали. А что нужно сделать здесь? Вытащить заслонку воздушную, обороты мотора зафиксировать, либо на средних, минимальных, максимальных оборотах разницы нету. Повернуть ключ – она у вас заведется. Все, заслонку воздушную вы закрыли, можете включить фонари, чтобы вам там виднее что-то было, либо у вас виднее было, без разницы совершенно. Дальше мы вот эти рычаги смыкаем. Сейчас я чуть-чуть сидушку подвину вперед, чтобы мне было удобно. О, удобно, хорошо. Так, теперь, чтобы начать движение вперед, мы рычаги просто вперед. Чтобы начать движение назад, рычаги назад. Чтобы он разворачивался на одном месте, вы понимаете, да? Он разворачивается в одном месте. Так же и в обратную сторону. Трактор определенной сноровки требует... Почему? Сейчас я обороты сделаю помедленнее. В любом случае, перед тем, как сесть на него, покатайтесь чуть-чуть, попробуйте сами, насколько это легко. Чуть-чуть попривыкайте к нему. И только после этого начинайте работу с ним. Чтобы включить у этого трактора деку, что нужно сделать. Сейчас у нас стоят минимальные обороты. Зафиксировать максимальные обороты. Ручник у нас включен, либо выключен. Разницы здесь нету совершенно. Дальше. Нам надо вот эти вот рычаги совместить вместе. Выставить максимальные обороты и включаем деку. Вот это скорость работы. Кuls RO1-wood motor. Ну вот, я нахожусь. Дальше. 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 Сейчас многие подумают, что мы ускоряли камеру и включали Нет, не ускоряли Это единственный трактор, который может косить на скорости до 17 км в час Да, меня слышалось 17 км в час У него максимальная скорость кашения Замела меня всего Воздушный поток у этой машины, конечно Мама, не горю Дождя одни день не было Ну, я вам скажу так Если трава по колено с первого прохода берет молниеносно Вот здесь вот трава была Я шел с максимальной скоростью Выкашивал он, все, ну ура Если у нас что в деку не проходит То есть он ее закладывает, грубо говоря У него дека вот И, соответственно, он дальше уходит То надо проходить второй раз Либо задним ходом, либо еще раз передним ходом наезжать, но только с другой стороны Я вам скажу так, что я максимально доволен этим аппаратом Сильные стороны этой машины То, что я вам говорил 35 градусов уклон То, что два гидромотора То, что мотор Honda То, что здесь трансмиссия и сами гидромоторы от американской компании GXI Это супер круто Обслуживаются здесь передние колеса Товотница есть Задние редуктора Товотница есть Вся дека тоже у вас как на ладони Открыли, посмотрели, что Нужно что-то подтянуть Подрегулировать То это все делается здесь на раз-два Это коммунальная машина И она предназначена для кошения целыми днями Именно поэтому бензиновый бак здесь на 18 литров И хватает его на 12 часов работы Да, Honda неэкономная Honda мегаэкономная С гарантией на мотор в 5 лет Именно эту машину мы, естественно, будем продавать со скидкой И скидка на нее целых 100 тысяч рублей Если вам нужна супер крутая машина, 500 тысяч рублей На все новые экземпляры, которые мы продаем Цена будет 599 тысяч 990 рублей Если вы хотите с этой супер крутой машиной Ознакомиться, приехать, посидеть на ней Понять, насколько она удобная То она всегда стоит в нашем магазине Который находится по адресу Московская область Пушкинский район, село Тарасовка Улица Большая Тарасовская, дом 81 И не забывайте, что эта газонокосилка Может стричь любой газон Ей все равно С максимальной скоростью в 15 км в час Ну а если у вас остались какие-то вопросы То, как обычно, пишем мне в комментарии На все ваши вопросы я с удовольствием отвечу Всем спасибо за внимание До свидания До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok